Журнал пока ставлю карандашом. Дата пересдача. Вспомним школьные годы с каналом Россия. В последний месяц летом мы объявляем флешмоб ко дню знаний. Принять участие просто. Скачайте приложение ОК Лайф, создайте новую трансляцию с тегом «Учат в школе» в названии и исполните эту песню с функцией караоке. Приглашайте друзей и разделите с ними свой звездный час. Ну, кстати, как раз о звездах. А вы знали, что модели в автомобиле присваивают так называемые звезды безопасности? Существуют даже специальные независимые организации, которые оценивают именно этот параметр. Как узнать рейтинг вашего автомобиля, подскажет Иван Зенкевич. При выборе нового автомобиля мы в первую очередь обращаем внимание на цену, двигатель, трансмиссию, эксплуатационные характеристики и даже на скорость. А на безопасность практически нет. А ведь это одна из главных составляющих автомобиля. Многие считают, что этот параметр зависит от класса. Чем машина дороже и больше, тем она безопаснее. На самом деле не всегда так и в большей степени зависит от производителя. К сожалению, сегодня не существует единого реестра этого очень важного параметра. Тем не менее, в средствах массовой информации, особенно автомобильных, все-таки публикуются такие данные. Каждая крупная страна, автомобильная страна, имеет такие рейтинги. И, как правило, они разрабатываются и реализуются или некоммерческими организациями, или государственными. А иногда и общественными. Давайте разберемся, связано ли это с обязательными краш-тестами, которые новая модель проходит при сертификации в каждой стране. И по каким критериям присваиваются так называемые неофициальные звезды безопасности. Самая известная крупная европейская программа Euro NCAP образовалась в 1994 году. В России это R-CAP. Она существует с 1996 года. Европейцы присваивают пять звезд, у нас четыре. Первая звезда – защита водителей и пассажиров. Вторая – безопасность детей. Третья, как ни странно, защита пешеходов. Четвертая – наличие системы активной безопасности. И пять звезд получают только автомобили, которые по максимуму соответствуют всем этим требованиям. Учитывая современные технологии, материалы и возможности конструкторов, каждый год критерии оценки ужесточаются. Поэтому автомобиль, получивший пять звезд год-два назад, может не подтвердить свои высокие достижения. Типичный пример заботы о безопасности пешеходов – значок «Мерседес» или фигурка на капоте Роллс-Ройса. Первый складывается от легкого прикосновения. А у британца на эмблеме есть специальный сенсор, который при любом минимальном контакте за доли секунды спрячет ее внутрь. Это коснулось общего дизайна современных машин. У всех убраны острые детали кузова, декора и даже стеклоочистители и наружные зеркала. Конечно, большинство автолюбителей не знают про эти рейтинги. Может быть, это и правильно. В каждой стране есть свои технические требования, в том числе и по этим параметрам. И если при сертификации автомобиль наберет много штрафных баллов, ему просто не дадут дорогу в жизнь. Но есть один фактор, который перечеркивает все эти достижения. Если вы или пассажир не будете пристегнуты, то системы безопасности во многих случаях вам не помогут.